2020-й становится переломным для всей страны. В новое десятилетие Бобруйск входит с хорошими результатами. Экспорт, прямые иностранные инвестиции, трудоустройство граждан и многое другое. Город строит большие планы. Все карты спутывает коронавирус. Но было бы счастье, да несчастье помогло. Закрытие границ европейских государств помогает местным предприятиям активизировать работу на внутреннем рынке. ООО «Славянка» активно перешла на пошив защитных масок, увеличив их производство до 150 тысяч штук в сутки. Если в целом смотреть с теми предприятиями, с которыми не скооперировались, у нас доходило количество выпускаемых масок 200 тысяч штук в день. Бобруйский завод биотехнологии нарастил ежедневное производство антисептических средств до 10 тысяч единиц. Город вызов принимает. Маски, антисептики, защитные костюмы в приоритете обеспечить товарами свой рынок. Задачу не просто выполняют, а перевыполняют. Мясокомбинат тем временем наращивает экспорт. Прирост к 2019 в полтора раза. В марте активизируется и потребительский рынок. Все побежали в магазины закупать крупу, муку, сахар, понимая о том, что может быть в этом быть проблема. Но тем не менее мы и здесь выставили, мы свой потребительский рынок насытили и наводнили теми продуктами, которые необходимы были. И буквально к концу уже месяца этот спад на потребительский рынок и спрос уменьшился. Коронавирус коронавирусом, но никто не отменяет задачи для города в социальной сфере. В августе после реконструкции открывают детскую больницу. В тот же день закладывают капсулу на месте строительства новой школы в седьмом микрорайоне. Самая молодая микрозона уже может похвастаться и ультрасовременным детским садом. Красную ленту перерезают в декабре. В скором времени здесь появится еще одно дошкольное учреждение. Модернизируется и дорожная инфраструктура. Почти километр бетонного покрытия соединяет Шинну и Ленина. Этот сэкономит время водителей и разгрузит поток в час пик. Когда дела в городе идут хорошо, растет и внешняя торговля. По итогам года экспорт товаров и услуг превышает импорт в два раза. Темп роста почти 104%. Хочу выразить уверенность, что мы не остановимся на достигнутом. Нам есть над чем работать. И самое главное, мы знаем, что нам нужно делать. Потому что мы вместе, потому что мы едины. Люблю Беларусь. Сегодня Бобруйск уже вступил в новую пятилетку. Во главе угла которой человек. Ключевые приоритеты – счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна и государство-партнер. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.